всем привет дорогие друзья я сейчас вам покажу супер уникальную мега охренительную банкноту украины 50 гривен я специально закрыл этой банкноты это тоже уникальная супер охренительная банкнота 50 гривен но я специально закрыл эту банкноту потому что там есть что показать я рассказываю маленькую предысторию сегодня на барахолке привет мой подписчик молодой парень я не специально не называю имен рассказывает мне предысторию значит я сейчас расскажу предысторию и покажу банкноту он пришел в макдональдс купил что-то там поесть и покупал через электронный аппарат аппарат ему дал сдачи сдача была там небольшая пачечка банкнот по 50 гривен он начал пересчитывать и на одной из банкнот попалась вот такая вот грязная банкнота он не совсем понял что это такое потом начал присматриваться и примерно догадался и кто догадался напишите в комментариях что вы сейчас здесь видите кто не догадался я позже расскажу что здесь изображено он перевернул потом банкноту а с этой стороны вот такая вот штука значит рассказываю что это такое это изображение вот этой большой гривны киевского типа логотип нб у вот значит напротив этого парня был дедушка банист я его хорошо знаю он мне говорит это полная лажа это короче накидали банкнот взяли трафарет поставили и баллончиком закрасили а я же понимаю у меня ну у меня логика есть что это не блин это не баллончиком покрашена то есть это видно что это какая-то краска видно что она отличается по цвету но что меня зацепила это вот это вот место смотрите четкая ровная линия не доходящая до края банкноты то есть специально выставлять другую банкноту сверху чтобы продолжать красить баллончиком как-то глупо и потом меня подкупила вот это место а здесь что здесь что тоже так выставляли это она смотрите видите как бы немножко имеет кривизну то есть какой-то как наклон я в общем смотрел смотрел долго думал я ее купил почти бесплатно но давайте так размышлять если это было покрашено баллончиком то тогда должно должны быть другие банкноты из которых можно слепить этот пазл поэтому вам сразу на засыпку вопрос может у кого есть какая-то банкнота с подобными частями и можно будет собрать этот пазл но что я решил проверить я решил проверить ультрафиолет и сейчас я вам докажу что это бумага конкретно бумага на которой нанесена это этот рисунок нанесем этот рисунок этот рисунок был нанесен на фабрике на заводе нбу на печатном дворе на печатном банкнотном дворе то есть это нанесение было сделано именно на фабрике нбу сейчас объясню как я это понял смотрите это просто охереть можно у меня прям ну аж до мурашей это так приятно это реально именно брак печати смотрите я сейчас включаю свой ультрафиолетовый этот фонарик теперь я сейчас настрою резкость и теперь смотрите мутновато немного видно так попробую увеличить блин давай фокусируйся сейчас я включу свет сфокусирую изображение о теперь она лучше должно показывать теперь смотрите вот здесь видите печать ультрафиолетовая она на краски сверху теперь смотрите я беру данную банкноту опа и видите печать она сверху над вот этим рисунком вы поняли то есть вот этот логотип нбу получается находится на бумаге а сверху на него нанесли ультрафиолетовую защиту потому что если бы краска была нанесена на готовую банкноту то мы бы видели четкие линии не просвета ультрафиолетовой защиты а тут видите смотрите ультрафиолет светится над этой фигней над этим рисунком а с обратной стороны здесь четко просвечивается только волокна не волокна полоска под ну которая вшитая видите вшитая полоса она просвечивается под этой краской и это не похоже на обычную краску потому что это именно такое вот знаете именно банковская такая краска то есть это не баллончик и она темная вот именно такая же темная как сама банкнота вот ну то есть она ведь и не светится не яркая ничего это дорогие друзья именно заводской брак я просто офигел насколько это уникальная вещь вот такая вот необычная банкнота прилетела ко мне на барахолке вы представляете вообще какой кайф вот просто гривна киевского типа напечатанная на банкноте сколько стоит такая банкнота может я не представляю не думаю что очень дорого но в то же время а может быть и очень дорого потому что это именно заводской брак это не нанесенная отдельно дополнительная какая-то штука это именно заводская краска то есть что-то какой-то рисунок был то есть видимо лежал лист лист бумаги и на этом листе бумаги видимо прогнали какую-то печать непонятно то есть может кто знает продукцию нбу где на продукции нбу делали вот такое огромного такой ну то есть вот это получается вот такого вот размера должна быть нарисована вот это вот гривна киевского типа вот такая большая она должна быть и у меня к вам вопрос где использовался такой большой логотип киевского типа то есть вот он ведь и вот такой вот размер почти как на всю банкноту вот судя по размеру то есть он на всю банкноту должен был быть либо это вообще нижняя часть знаете этого герба украины трезубца может быть то есть либо и либо боковинка киевского типа гривны вот эта вот часть до боковинка либо же это нижняя часть трезубца а вот здесь допустим вот пошел трезубец такой большой и цвета если вы присмотритесь очень необычный то есть такой не совсем зеленый не совсем коричневый очень нестандартный цвет и это именно краска банковская попробую увеличить насколько это возможно будет вот это именно банковская краска под углами сейчас у нее даже а и у нее есть штемпельный блеск банкноты то есть банкнота не совсем идеальная но штемпельный блеск остался видите вот блеск и блеск именно сейчас попробуем может тут получится как-то показать если сам блеск они не получается показать а вот вот смотрите блестит видите лоб и на лбу вот блеск видите на лбу прямо вот он одинаковый как на этой краски таки на лбу этого деятеля вы представляете какая хреновина крутая вот такой необычный брак я жду ваши комментарии сколько может стоить такая банкнота водяной знак все на месте все круто то есть но вы видели что ультрафиолет находится сверху то есть сначала было напечатано банкнота а потом нанесенный был слой ультрафиолетной защиты так вот эта ультрафиолетная защита легла на вот это изображение и таким образом я доказал что это именно банковский брак то есть это именно бракованная банкнота это брак печати представляете значит серия букв у к двоечка и девятки у кого есть такие банкноты напишите в комментариях кто видел такие банкноты очень интересно узнать ваше мнение банкнота при этом почти не перед перегиба почти нету то есть она в обиходе почти не было она почти идеальная вот такая вот интересная находочка на барахол очки дорогие друзья приходите на барахолки ищите и тот кто будет искать найдет а парень получил на сдачи в макдональдсе в аппарате электронном то есть притащили банкноты загрузили в автомат и аппарат выдал эту банкноту всем удачи пока